дорогие друзья привет всем здорово представляю сергея горчинского зам директора причем не просто какого-то там зам директора а по науке и где сам главном институте на свете в институте имени стекло в математическом москве правильно сказал да большое спасибо самому главному блогер на свете пропагандер или как называется науки визатор математики вот зачем здесь сергей сейчас объясню я то что мой потолок математически находится довольно низко и то что у там абсолютного большинства людей еще ниже это меня к сожалению не утешает мне самому хочется расти вверх дальше над этим потолком а вверх идут уже нормальные профессиональные математики и когда я начинаю пытаться читать их книги я впадаю в ступор от собственной тупости я ничего не понимаю и все время мечтаю все-таки когда-нибудь понять вот это у меня такое как бы гештальт который совершенно не закрыт ну а зачем мне собственно было все это начинать если не для того чтобы когда-нибудь закрыть этот гештальт но вот течение всей старшей жизни я буду пытаться как и в течение всей предыдущей этот гештальт закрывать данном случае пойдет речь о том что называется законы взаимности я довольно давно изучал арифметику начальную и там есть шикарный результат карла фридриха гауса который заключается в том что если мы рассматриваем значит поля ну разные поля значит из по элементов значит рассматриваем в них не нулевые остатки ну то есть остатки помогли бы короче рассматриваем и вот мне это число добавить простое число соответственно это будет полем как я неоднократно доказывал на своих лекциях вот это да этот ролик сразу так сказать такой дисклеймер да этот ролик вот в этой рубрике объясняют математику соввате его да он будет гораздо более высокого уровня чем многие другие на канале то есть входной в него ценз большой предполагается что другие ролики вы смотрели и понимаете то есть это как бы тоже для для многих из вас то к чему будем стремиться то есть мы будем строить потолок в том здании но нас конечно этажи у тебя достаточно высокий при этом ну да но тем не менее да 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 но я между всяким ориентируется да ладно вот у меня есть такая система и очень естественный вопрос такой что вот если я взял какое-нибудь уравнение ну вот если я взял такое уравнение то мы его решать умеем потому что это поле вот ну там все такие вот с арифметическими выражениями все мы решать умеем а если мы напишем вот такое уравнение то есть как бы в школе да после того как мы изучили арифметические действия мы переходим к квадратным корням и начинаем знакомиться с корнем из двойки там выясняю что из минус единицы кажется корень то вещественных числах не извлекается придумываем комплексные числа вот ночи занимаемся извлечением корней вот ну и соответственно очень естественный вопрос задал карл фридрих гаусс о том а когда а может и раньше него задали я не знаю в общем когда существует корень из а по модулю п то есть а это целое число можем и так другой взвести в квадрат чтобы они стали разница стала делиться на то да то есть существует или не существует но и тут там понятно можно какие-то примеры привести совсем уж простейшие там ну давай что минус один было квадратом да 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 сейчас это но кто-то ненужники комплектный есть иногда 7 у нас будет 1 2 и 4 это из чего извлекается квадраты да да это квадраты а соответственно 356 не квадраты а вот чтобы минус один был квадратом да 1 конечно это вообще двойку мы не считаем нет эти аркает то что 2 2 4 все знают до 4 2 минус 1 по модулю 5 да то есть тот вопрос который мы решали когда комплексные числа изобретали он и здесь тоже интересен и очень актуально и забавно что здесь совершенно не нужно ничего мнимого здесь все живое по модулю 5 конечно ну и собственно первая часть вот этого закона квадратичного закона взаимности как раз и говорить что корень из минус единиц существует по модулю п не но это не через это это простой этот терем фирма когда п простой по имеет 4 капли сами а нет это пардон не леет книга закон за им синить или форма это просто один царем она просто в классическом законе заимности я часто видел три пункта но это некую слову написание людей которые писали мы за один закон заимся пункт б про корень из двойки по модулю п то есть из двойки тоже можно сказать когда когда 8к плюс минус 1 это очень красиво когда-нибудь я расскажу но сергея позвал не то чтобы рассказывать вот это потому что это я сам умею а ну и третий пункт я тоже умею сам доказывать самым разными методами и на самом деле в интернете есть значит разные доказательства в моем исполнении и в других исполнениях это собственно основное утверждение что для п ку вида 4к плюс 3 да мы говорим о нечетных простых чтобы двойку оставить в покое для п ку вида 4к плюс 3 существует корень из п модуль q тогда и только тогда когда не существует корень из q модуль б вот такое замечательное утверждение что если два числа имеет вид 4к плюс 3 например 7 и 11 и можно совершенно категорически утверждать что либо 7 будет квадратом по модулю 11 либо 11 квадратом по модулю 7 но в данном случае 11 по модулю 7 до 4 очевидно что она квадрат и так то что два квадрат поэтому мы можем сразу же точно сказать что 7 это не квадрат по модуль 11 из этого утверждения а вот для других п и q для п и q остальных видов а что остальных видов остальных означает что одно из них вида 4к плюс 1 верно наоборот что существует корень из п мод q тогда и только тогда когда существует корень из q модуль вот этот квадратический закон взаимности гаусса и он доказывает вот здесь я тоже я хочу обратить внимание а сергей вот я ключевой момент который я помню что мы выписываем половину остатков и при домножении на некоторые остаток а вот этот ряд вот там очень важное есть утверждение которое называется лима гаусса играет ключевую роль что когда мы выписываем домножаем на на самом деле вот эти эти как-то перемешаны еще раз на какие-то знаки наставлены то есть набор вот этот вот это то же самое что набор предыдущий но с плюс-минусами это как бы немножко чуть нет есть еще лишь любое подможество половиной мощности есть там есть два но там там открывайся какой-то дам именно что как бы тут тут важно что подможество половиной мощности в нем нет отличающихся но есть умножаешь поле на то они все будут разные разные но дело в том что здесь еще и на самом деле так как вот это полное представительство всех а нет и что не очевидно что по одному разу всегда встречается вот если это что не может быть одновременно и плюс и минус да то есть не может соотношение двух равно минус единицы не может здесь и 2 и минус 2 да но это как бы тоже поэтому что отношение двух и такой же конечно 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 да ваше вот осознайте вот это самое главное но я бы так не стал говорить о грешенцевает как бы что простое ну да но суть то что если я их вот так перемножал я могу посчитать количество минусов в этом ряду я кажется что корень из а существует по модулю п тогда и только тогда когда до окажется отсюда это еще огромное расстояние вот вообще расскажет доказать очень много это укротить закон заимствий сам гаусс всю жизнь их придумал я не помню точно их помню гаусс придумывается но в общем существенно самое интересное что это не то что там какие-то по-разному способ искать одно и то же это просто принципиально разная природа приводящих к этому эффекту просто есть раз много разных природных причин которые к этому приводят то есть это не есть много разных природы есть помощью квадратиков знаешь такое доказательство комбинаторное квадратские площади п на п и кунаку там туда-сюда наглядно есть вот такой вот с помощью остаточков но если буду там может вспоминать какой-то самый концептуальный с помощью регула я в это лето узнал доказательства с помощью расширения z по ку-z по минус первой степени вот это самое главное значит ты уже понимаешь теорию поликласса вот это самое это первый шаг теорию поликласса очень красивая доказательства да 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 нет там вот в том доказательстве может быть не в этом а в другом который гаусс тоже конечно придумал по сути все ингредиенты что там можно выразить корень из п через корни по этой степени за единицу вот есть некая формула зампнутая что корень из п до такой число корень из п вещественное число можно выразить как некоторую линейную комбинацию корней по этой степени за да это называется гауссовая сумма да гауссовая сумма но вот это там главный ингредиент это совершенно не похоже на вот эту природу вещей правда другая природа за сумма этих корней вот если это корень из минуса а плюс-минус как раз вот эти но мы еще не дошли до этих слов как раз куда-то да вот но это да то есть с квадратичным законом ну как бы в какой-то момент я понял что я его слава богу понимаю там в какой-то степени ну он глубокий да какие-то ипостаси его я конечно до сих пор не понимаю но вот эта игра вот здесь вот что здесь происходит происходит то что есть вот такая подгруппа и она зро возведения в квадрат ядро да мы конечно ее будем использовать да и она же это результат возведения всех остатков минус один пополамную степень именно это нужно будет дальше а вот именно это там сейчас продать его умера суммил ксим лукумер гейберта подойдет ручному этом шfera а вот на любого я там это все да просто я поэтому отправился в кубический закон за им насти о там нужно возводить да там надо возводить по минус один да ну давай может мы прокомментируем из нас слушать люди которые не настолько с этим все почему это крутого почему duy гостю durability лечение вообще потому что у вас есть удрисовать на практике вы хотите у вас есть день binding ратографию на нужно что у вас есть какой-то гигантский остаток и вычет сделать по моду гигантского остатка и по воде гигантского остатка где огромной мощности вам нужно про какой-то не очень большое число а может быть и большое понять является там квадратом или нет вы берете законы средства перебрасывайте что у вас будет может быть по-прежнему 2 тоже был большим числом но то быть поменьше по модулю что вы вновь перебрасывайте состав и так несколько и бросок и вы помогут гигантского модуля про другой тоже не довольно нехило и простое число поймете весом куда же мы лет до веселья нет кроме того философски по моему философски совершенно удивительно почему вдруг жизнь по модулю одного простого числа должна принципе иметь какое-то отношение жизни по вон другого просто учила то что в принципе эти две жизни хоть как-то связаны да это вообще это 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 совершенно априори ниоткуда не должно стоять ну это даже сами решили буквально 10 минут да вот вот хороший пример да прекрасный пример да не раздолбали буквально туда сюда так несколько переворотов такие но на концептали что два простых каким-то образом слову правильно зацеплены и вообще есть уж мы так немножко болтаем да то есть философская логи с узлами что на самом не простые числа целые числа это трехмерная сфера вот я тебе это рассказывал один раз может быть это было это было в 2000 в иркутске нет гораздо раньше еще старой юности было на даче увидите бжалковского когда все были в таком сцене вот и ты решил что надо бы нам какой-нибудь научной лекции я в таком степени мы тогда все ели стояла ты еле сидела ну в общем да что что на самом деле это может это может доводить до науки есть на темно серьезного считать его что есть аналог между целыми числами и трехмерной сферой и в этом аналоге ими числами одновременно и от кольцом спектру кольца целых чисел просто ты бы такая суть параллельно сути трехмерных сфер который может быть гомологии которые там не очень сложные чего-нибудь выбросить несложно еще не вырезать тоже повысить интересный а здесь вырезать до на 4 чему завес простые числа узлам вот и вот тот факт что и это и вот этот факт что одно квадрат по модулю другого мы видим что это почти рано сильно спасибо сильно когда одно насильно не другое это тоже пообщем то как бы одно и то же до какой-то глупой поправки то есть является ли pvd-другого это то же самое что в оставить вопрос вот так сказать за же самый что ставить вопрос являются ли второе квадрат по тонду первого это есть это это одно условие симметричное условия есть одно условия это условия то что узлы зацеплены в conoim . кто за ком ok но это доводится с помощью теорией разных эгемологии все доводится доント És математических движений то есть это параллельно можно выстроить можно не характерно хагмологии это выразить заменить там термо хагмологии и все это оказывается просто параллельный текст и если минус 1 степень по минус 1 пополам на нож на пэда то тогда вот это квадрат мод q уже тогда и только тогда когда q квадрат мод п мы сейчас это это мимо чтобы из хорошо да вот это минус 1 пополам это конечно кодирует свойства простого вот здесь быть 4к и мы сейчас перед тем как начнем все это обобщать мы конечно немножко более культурно упакуем это утверждение чтобы не было логических туда-сюда фиранда упаковать в виде какой-то одной замкнутой форму разумеется они видят там 10 каких-то условий вот и мы это сейчас запакуем это сделал гильберт так вот эти все три пункта я был неправ что на саммитами тоже имеет наши эти три пункта запакуем в одно замкнутые условия которое кстати будет аналогом того что сумма вычетов дефицитальной формы что если есть какая-нибудь мироможная функция на плоскости да у нее есть особенности есть возьмешь интеграл по по петле которые ходите особенности чтобы ноль потому что если все до проективно до рима сферы то там путь сянется и там она бесконечности как-то она нужно поведение ну чтобы там не было особенности ну то есть короче говоря есть такое утверждение что сумма вычетов равна нулю на именно поверхности уррациональной у меня можно не официальной формы сумма вычетов равна нулю это полная но закон взаимности в такой гламурном мире а там и нули полы полюса там все да или или ну на на вычете влияет плюс а первого порядка так да ну вот что было дальше я так пока рассказываю историю потом я тебе просто даром дам полностью потом я пошел куда-то в кубический закон взаимности и там историю саватеева до история нас ватива в этой области там стало ясно что ключевой операции является вот это и чем разница разница для меня была в том что п минус 1 пополам т степень всегда либо 1 либо минус 1 по какому бы модулю как бы ты не смотрел можно выбрать такие два универсальных представителя 1 и минус 1 а по модулю вот и превозведение уже ничего такого не получается например 1 7 и 8 это значит по модулю 19 да у нас подгруппа z3 правильно да сейчас я соображу про правильно ты сейчас будет давать уточним что происходит мы обсуждаем какие 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 остатки по воде тос в кубе равны единице да 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 минус 80 не ну как бы минус 64 да смотри минус 64 сейчас в кубе в кубе в кубе до кубе 57 сейчас вот я помню что плюс-минус вот эти вот три вот вот если я вот так напишу то эта группа шестого порядка вот хорошо это помню что говорит смотри 21 21 двойка помогут 19 2 4 9 это соответственно 11 то есть 7 и 7 40 где есть минус 8 минус 8 7 умножить на минус 8 это минус 56 все это единица значит то что 57 делится 19 но и соответственно просто плюс 7 1 и наверное минус 8 тем самым вот ну собственно почему минус 8 то что это 1 разделить на 7 должно быть семьи восемьдесят шесть минус 56 минут это это единица до обратных семей садим зрительным все правильно значит вот у меня получается что по модулю 19 вот они замечательно но если я возьму вместо модуля 19 модуль какой-то совершенно другой до 97 или 101 то здесь будут совершенно другие числа кроме единицы 1 и там x и x минус 1 будет вот эти вот тут хуже другое и никак их не связать это не надо брать по модулю простых чисел вы помогли простых не чисел а простых элементов в твоем этом кольце из энштейна да правильно нет простые остаются они не для всех простых нужно это модуль просто там до этого еще надо догадаться почему нужно кольцо изнштейна конечно почему я могу объяснить вот это я еще могу не как мы все теряем и сразу чем говорить по кольцу изнштейна нет почему я могу объяснить то что кольцо изнштейна это мы берем и к целым числам прибавляем вот этот мерседес корни кубические из единицы комплексные затаскиваем к нам в жизнь и получается соответственно множество всех таких выражений вида а плюс б омега и дальше изучаем делимость в общем дальше то что то чтобы у меня на канале бывало это то есть это принципе я сейчас краткий обзор а потом все равно ты будешь рассказать я уже гораздо более простые я поскольку ними так бы считать как лишь то есть вот это плюс б омега чем она хорошо в нем обратимые элементы 1 омега и омега квадрат и эти обратимые элементы по модулю любого простого будут жить системе остатков и поэтому то что мы правильно вот здесь 1 и минус 1 всегда было везде такой тройку и мы можем из-за этого написать закон взаимности и здесь то есть тут будет уже вариант будет ответ то есть его так писать то это будет длиннющая там же есть там же есть там же есть такой как бы читерский способ рассмотреть некоторые простые ну может это примешь там читерский там такой читерский способ там пусть поику такие-то по модулю да пусть они значит специально выбранные в к в каждой там еще важно брать по модулю чтобы помогли на простого они они простого элементов кольце изенштейна по модулю простого в кольце изенштейна да ты будешь говорить не про простые числа результате не я тебя придет а не старых простых можно говорить по модулю в кольце изенштейна там остаются 3к плюс 2 простыми а 3к плюс 1 расклад из на множители то есть обычные ну скажем 7 это непростое уже в кольце изенштейна семяное произведение какое-то вот а например 5 это простое заметим что в гауссовых все наоборот было 5 было не простым а 7 простым но и дальше есть и какой-то закон который тоже в принципе вполне понятен вполне естественно что мы пришли к изенштейну то что нам нужно тройка которая сохраняется везде по модулю любого простого вот эта тройка всегда лежит в остатках и именно эта тройка является ядром вот этого вот не а образом вот этого вот отображения то есть конечно и это дает и смотрю 1 амега метр квадрат наоборот ядром образом возведения в п минус 1 на 3 степени ну как наоборот ядром нет в кубе ядром а в этом образе мы как бы извините все остатки становятся одним из этих все правильно все потому что еще в третью степень заведешь и уже будет п минус 1 мало тема да да то есть получается что мы вводим по аналогии только тут уже нельзя сказать квадрат не квадрат тут три вида кубов как бы и у нас получается очень хорошее соотношение между тем какого вида человек то есть его квадратичный характер как бы у него характер есть характер это один омега или омега квадрат значение ну то есть как бы вот если я возвел какое-то простое из кольца эйзенштейна в степень там тоже немножко аккуратнее тут вот нужно иногда по квадратных минус 1 на 3 надо делить потому что это количество факторе элементов конечно вот иногда для всех вот в какую-то понятную степень и его значение вот это учет и так именно пока раз минус один для таких для таких для простых чисел чисел простых целых чисел для которых мы хотим формулировать там надо здесь правильно будет если через п будем обозначать простой числу где надо написать прям то норма минус 1 на 3 потому что иногда норма будет а вот для таких норма будет семеркой для таких норм будет в квадратах вот и тогда мы получим один омега или омега квадрат и окажется что это вот модуль как бы лямбда 2 будет просто в точности то же самое что и лямбда 2 в степени норма лямбда 2 минус 1 на 3 по модулю лямбда 1 если их аккуратно выбрать в качестве представителей там простые числа же бывают ассоциированы друг с другом то есть отличаются на домножение на вот эти вот обратимые ну как бы простое число там какой-нибудь сейчас говорить про простые числа простые элементы элементы в эйзенштейне ну вот например вот вот этот вот он он будет вот у него будет там 6 части корни стройки это элемент кольца корень из минус тройки это элемент кольца эйзенштейна и вот это 6 таких вот специальных специальных одинаковых простых они все одинаковые как 3 минус 3 в целых числах и как там до множения на 1 минус минус и в гауссовых здесь шестерки и вот есть специальный способ у аренд роза написано где именно на как именно выбрать такой представитель а понять что по модулю любого из них все одно и то же остатки и нужно выбрать вот такого представителя который имеет там по моему его мнимая часть делится на 3 вещественно имеет остаток 2 предельно что-то такое минимум и вещественно здесь а и b и вот такой представитель всегда есть единственный и для него вот это будет равенство ну и как бы это и есть аналог это закон кубический взаимности и это еще понятно это еще понятно мне если я теперь хочу узнать что такое закон взаимности произвольный да я наверное возьму и расширить произвольными за что вопрос в целом который ставится является ли одно число n-той степени по модуль другого да конечно за тендо конечно нужно взять корень и из-за из-за значениями ответы будут в группе порожденные в корнем этой степени знец то есть группы из элементов они звука при нам и вот я думал что так и есть когда шел а я шел на семинар сергей ведет семинар на котором я не бельмеса не понимаю когда прихожу он называется семинар по арифметической геометрии от себя который мы идем фигуром 4 логовским денисом асиповом сереже рыбакова да но вот сергей меня туда позвал ну понятно объяснив что я конечно ничего не пойму но все равно позвал и вот я пришел один раз было написано закон взаимности артина а в этой книге аренд роуз написано что артинский закон взаимности сама вообще я пришел не понял ни одного слова вообще ну и вот соответственно я и вот собственно завершая в этот вводный до ролик я хочу сказать зачем здесь сергей а это мы сейчас все сотрем ну и вот да так что следите за продолжением